Есть место, в котором существует старая легенда о боге-драконе и его божественной защите. Кое-кто в этом мире полагает, что это может быть правдой. И сегодня в 78 части мы с вами, дорогие друзья, отправимся в это обособленное от остального мира место, расположенное на отдельном острове и являющееся очень интересным местом для всевозможной аристократии, знати, интеллектуалов, интеллигентов, людей умственного труда. Когда мы туда пойдем, я думаю, это будет отчетливее, отчетливее, понятней. Так, сейчас. Что-то у меня очень орет звук. Вот. И перед тем, как мы отправимся, следует сделать уточнение касательно того, что я говорил в конце предыдущей части, а именно о квесте с добрыми монстрами, что его можно запороть, нападая на добрых монстров. Говоря, это я опирался на свой опыт, полученный при первом прохождении. Тогда я ударил первого монстра доброго, которого мы встречаем возле деревни Дали. Его зовут Му или Мю. Вот. Он убежал. И позднее мне уже не довелось его встретить, хоть я и пытался его опять найти, но я его искал в лесу, рядом с деревней Дали. Но я вот тут погуглил, и согласно информации, он может быть как в лесу, так и на равнине. И после получения непобедимого, что такое непобедимый, играющие понимают, кто проходил финалку, он исчезает из леса, то есть в лесу его уже встретить нельзя. Хотя написано, что на равнине якобы его встретить можно. То есть, я такую проверку не проводил, но действительно, после того, как мы атакуем добрых монстров, их можно встретить опять и снова. Но вот, что касается конкретно Му, я не знаю, может быть действительно и его тоже можно встретить. Поэтому эту информацию еще следует проверить. Но лучше, конечно, не бить их, а сразу давать им то, что они просят, и выполнять этот квест в правильной последовательности. Так, хорошо. Теперь, друзья, нам нужен ближайший лес. Сейчас, я был в лагуне, там добывал еще очки. И, ну, мне нужно проверить, да, насчет 99 тысяч, это я вам покажу потом. Сейчас, взмыв на Чокобо, мы двигаемся вот к этому острову. Смотрите, здесь огромная гора. Не просто гора, а красивая гора с двумя водопадами. Есть вот такое озеро, думаю, чистейшей прозрачной воды и вход. Так, но прежде чем туда зайти, посражаюсь в двух лесах. Вот в этом, на вот этом острове, откуда можно улететь в воздушный сад. Он называется Архипелаг спасения. Возможно, тут когда-то кто-то спасся каким-то образом. Знаете, как Ноев ковчег, а сел на Араратских горах, так на этом Архипелаге что-то тоже произошло. Что такое название? Такая прекрасная тружечка. Завял. Так. Сразимся еще в этом лесу. Это все, опять же, с целью поиска Ректа Мауса. В тех лесах, в которых мы до этого ни разу не встречались, не сражались, он нам может с большой вероятностью встретиться. Но здесь тоже... Этот же отрыжечный. Надеюсь, что-то мы попрем. Штайнер так классно делает. Мне так нравится, как он концентрирует силу просто на грани клинка. Один из любимых кастов по визуализации. Исполнение нот, мне нравится. Так, хорошо. А теперь новая локация. Для некоторых долгожданная. Идем по мосту, шумят водопады. Красота. Заходим. Нет, название, но если чуть-чуть пройти. Дагурео. Так. Так, с чего бы начать? Давайте по порядку. Здесь, смотрите. Одна большая библиотека. Пред нами предстает. И это довольно странно. Что книги, древние книги, ценные книги, хранятся в месте, которое изобилует водой. Очевидно, что тут высокая сырость. Хотя, может быть, как-то она здесь поглощается. Почему разработчики решили именно так? То есть они вот в этой локации как бы совмещают несовместимое. Книги в сыром месте хранить нельзя, но здесь все именно так. И мне это нравится. Так, здесь мы видим некую окаменелость в форме дракона, но пока нельзя повзаимодействовать. Давайте решим, куда пойдем сначала. Я бы сохранился все-таки еще перед... Можно будет кое-что получить, но перед тем, наверное, мугл решил выкупаться в этих... В этих прекрасных озерах. Посмотрите, как. Прокупали здесь мугла? Очень хорошо. Потом расскажет, что там вода прекрасная. Чистейшая. Окей, стой, 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 догоним, догоним. Искатель приключений. В этом регионе есть старая легенда о боге драконе и его божественной защите. Я думаю, что это может быть правдой. Именно вот с его фразы, ну, немножко измененной, наверное, я начал эту часть. Я имею в виду, посмотри на это место. Мы окружены горами на краю земли, и вода здесь не перестает бить ключом. Это точно дело рук бога дракона. Я думаю, что далеко не всем можно попасть в это место, потому что, ну, сюда можно добраться только на воздушном корабле. Или на чокобу летающем, коих, наверное, немного имеется в мире. Ммм, это что такое? Полученок козерог. Следующая монета Стелацию. Находится в нами. Козерог. Козерог. Неторопливый козерог быстро взобрался на вершину холма прямо к солнцу и от усталости потерял сознание. Монетка, найденная в Дагерро. Ну, наверное, немножко название изменить надо. Хотя, я бы изменил. Одна из монет Стелацию, разбросанных по всему миру. Так. Я всегда ходил в ту сторону, поэтому сейчас начну, наверное, с этой. И кого мы здесь встречаем? Вы только посмотрите. Оракул Килдея. Зидан! Бог ты мой! Как чудесно увидеть вас вновь! Как рады мы видеть тебя! Еще и в таком месте. Он изучает здесь какие-то старые письмена. Эй, что ты тут делаешь? После того, как Клеера была уничтожена, мы поняли, как далеки были от мира. Желание расширить горизонты познаний привело меня сюда. Здесь просто замечательно. Я постоянно узнаю что-то новое из этих книг. Надеюсь, что когда-нибудь смогу помочь восстановить Клееру. Ох, я не знаю, каким это волшебным способом можно сделать, ведь дерево уже не вырастет. А можно ли воссоздать новое такое дерево? Не знаю, но если это получится, это будет, наверное, чудом. Дагуэрео построил какой-то странный ученый. А чтобы обойти это место, тебе придется воспользоваться лифтами, которые работают от давления воды. Это был замечательный ученый. Он оставил такое прекрасное наследие для всех пытливых умов. Вот посмотрите, как, например, этот дедушка изучает какую-то книгу. Он настолько поглощен этим, что, видимо, даже забыл о том, что нужно подстригаться. Это хорошо. Да, когда где-то такой, вот видите, какой-то местный Эйнштейн почти. Так, какой рычаг нажать? Ничего не делать сначала. Что этот стержень тут делает? Давайте начнем со среднего. Опустим его и попробуем поговорить. Тише! Вы не видите, что я здесь исследования провожу? Хорошо, хорошо. Извините. Не хотели побеспокоить. Я думаю, вы так заняты, что... И не заметите, как двигаются... Лифты. Так, если мы встанем сюда... Может, получится подняться наверх? Видимо, нет. Так не получается. Давайте попробуем... Встать налево. Что это за дыра? Видим, здесь отверстие. Эй, может мне удастся просунуть эту штуку в дыру около книжного шкафа. Изидан на умняки отволок в этот уголок. Интересно, получится ли? Как так и надо. Превосходно. Никто ничего не сказал. Это вообще не очень хорошо, так заклинивать лифт. Не знаю, подразумевала ли конструкция использования этого рычага. Но теперь... Но теперь... Если мы встанем сюда... То можем подниматься. Отлично! Лифт снова работает! Спасибо, парень! Так... Он говорит еще другую фразу, если мы подойдем к нему с другой стороны. И лифт до этого мы не активируем. Поэтому я вам покажу ее в подшивке. Так... Рунный клинок. Новый меч. Для Штайнера меч с руническими письменами. Негативный эффект ослепления. И письмена взывают спиди... К пьедесталу. Я... Озимандия. Нет, спьедестал, я царь. Царей. Так... Обелиск. Копье сделано из магического камня. Негативный эффект окаменения для Фреи. Сейчас очень много денег здесь оставим. Клыки тигра. Длинные и острые когти. Без каких-либо эффектов. Мефриловые ракетки есть. Это все тоже. Так... Защитные рукавицы. Говорят, хорошие. Для Штайнера и Фреи. По 6 тысяч. На 120 взяли. На 120. Это как... Что, где, когда при Ворошилове. 200 черных взяли. 120 красных у Паташова взяли. Так, золотая заколка. Хороший предмет для многих. Пора его купить в количестве... Ну, пусть даже 19. Пусть у нас будет 21 штука. Корона. Корона, излучающая загадочный свет. Получаемый повреждения ветром. Игнорируется. Берем. Алмазный шлем. Шлем, сделанный из алмаза. Одеяние Гайи. Мантия благословленная богиней земли. Ну да, это мы... Это мы учитали. У нас есть 17. Демонический жилет. Также. Имеется один. Берем 19. Кольчуга демона. 17. Алмазные доспехи красивые. Обладают цветом, как... Мой любимый цвет у Альянса в Warcraft 2. Вот в 8-й миссии Warcraft 2 на PlayStation. Я точно помню, что там был союзник, по-моему. Или не союзник. По-моему, все-таки союзник. У которого был такой цвет. И он очень хорошо там к Human подходит. Доспехи сделаны из алмазов. К алмазному шлему, в общем, 20 штук. Хорошо. Закупились. Да, я поиграю. Нет, не поиграем. Потом поиграем. Или по три раунда делать. Ну, можно делать. Можно. Так, для ознакомления с колодами. Желчел. Желчел. Так, сражаться. Желчел. Раз, победа. Можно взять ковчег. Тоже. Сейчас стрелок маловато. Ну, давайте. Интересно. Карта без ничего. Песня без слов. После части надо будет со всеми много поиграть. Какие-то пытаться подоставать редкие карты у них из-за кровов. Пусть будет ничья. Третью победу не будем сейчас выгрызать. Хорошо, поиграли. И мы можем переместиться сюда. На второй этаж. Так, вот здесь, смотрите, какая-то штука. Нажать на кнопку? Нет. Можно нажать. Ну, давайте нажмем все-таки, когда поговорим со всеми. Не могу найти книгу Эдалон и я. Везде уже смотрел. Простите, но у меня сейчас дела поважнее. Пока с ним нельзя поиграть. Так. Следующий старик. Старец. Но все-таки старик. Хорошую книгу можно читать вечно. Она всегда будет с тобою в твоих воспоминаниях. Я попрошу, чтобы меня похоронили с моей любимой книгой. Я бы сказал то же самое о Final Fantasy IX. В хорошую, в лучшую Final Fantasy IX можно играть вечно. И она всегда со мной в моих воспоминаниях. И я думаю, с вами тоже, друзья. Сколько играем, сколько всего еще нового открываем. Ну, говорить о том, чтобы нас хоронили с диском от Final Fantasy не стану. Но читать можно не раз. Так, далее. Библиотека. Это читательный зал. В дополнение к столам и стульям здесь есть гамаки для тех, кто случайно засыпает за книгами. Быть может вы хотите остаться здесь на ночь? Всего штугилей. Ну, поспать в библиотеке это так себе дело, но поспим. Там есть кому восполниться. Так, ладно. По поводу этой книги. Вернемся. Вот ты всегда понимаешь все неверно. Почему ты такой? Ой, здравствуйте. Вы хотели бы что-то купить? Ох, у нас по 99 многого уже. Но, опять же, все зелья у нас укомплектованы. Нет, неправда. Я сказал... О, простите, мы немного увлеклись. Что вам угодно? Нет, нет и нет. Ты снова не про... Секунду. Чем могу помочь? Все, вроде бы все. В общем, она в корне не согласна с чем-то. Что если в карты предложим? Сколько раз мне тебе повторять? О, боги, ты такой... О, прошу прощения. Чем могу помочь? Это при игре в карты. Ну, здесь, собственно, карт нету, но... Ну, новая реплика, если на квадратик с ней говорить. И причем... Черт, сейчас она тоже чередуется на квадратик. Ну, ладно. Теперь поговорим с юношей. У нас сейчас идет спор. Как думаешь, почему в пьесе «Я хочу быть твоей канарейкой» Корнелия должна была умереть? Единственный способ, которым она могла воссоединиться с Маркусом, была смерть. Говорит продавщица. Нет, это доказательство того, что она любила Маркуса так же сильно, как и своего отца. А я напомню, да, что эту пьесу играли в Танталус. Но тут в зависимости от того, с кем мы согласимся, мы получим соответствующую награду. И нам нужно согласиться с девушкой, потому что тогда, если я правильно помню, она должна нам дать карту Метеора. Так, вот это, да? Верно. Видишь? Нет? Ха. Значит, я что-то не так помню. Ну ладно. Второй вариант. Мы посмотрим в подшивке. Я говорю ему, нам не нужны государства, они не что иное, как игрушки политиков. Нет, никто не может жить сам по себе. Как разумные существа мы должны быть организованы в единую нацию. Что ты думаешь? А, еще дальше спор идет. Вот. Я думаю, нам нужно встать на сторону девушки. На сторону девушки. Ооо. Так, тут и так, и так получается, мы на его сторону становимся. Потому что тут он говорит, что его аргумент ерунда. Или, типа, мы становимся на его сторону, но мы говорим, что аргумент неубедительный. Давайте вот это. Верно, видишь? Так. Дальше. У нас сейчас идет спор. Как думаешь, почему? Так. Я не понял. Это до бесконечности? Ну, давайте посмотрим тогда другие варианты. Сейчас еще раз отвечу это. Так, теперь. Потому что это наша природа, искать правду. Люди просто хотят знать большего о лунах и все. О, это уже другое. Нет. Все дело в эстетике. Людей притягивает великолепие о лун. Именно поэтому они изучают их. Девушка сказал про эстетику. Я потерял нить. Я потерял нить. Я же помню, что должны дать карту. Только надо было несколько вопросов обсудить. Нет, нет и нет. Ты снова не про. И что там со стрелками на карте Метеор? О, такой у меня нет. Спасибо. Отлично. Еще одна карта, друзья. Так, это мы чистим. Все меньше нам остается собрать. И это круто. Мы никогда не соглашаемся друг с другом. Интересно, почему? Вот ты всегда понимаешь, что все неверно. Почему ты такой? Что еще скажете, ребята? Значит, в подшивке я приду и во всем соглашаюсь с ним. Чтобы мы посмотрели, что они скажут, когда мы полностью с ним соглашаемся. И он должен дать карту Зарев. У нас она есть. Даже уже прокачена. Далее. Кого мы встречаем в Дагуэру далее? Инженер Зибольт. Я пришел, чтобы открыть новый вид энергии. Это, как вы узнали, наверное, инженер из Линдлюма. Один из главных, кто принимал участие в разработке Хильдгарды. Один из главных инженеров Сида. Он тоже сюда каким-то образом попал. И сейчас, видите, изучает. Сид, видимо, послал на повышение квалификации. Некоторые здешние системы довольно сложны. Источник всей этой воды большая загадка. Может, это и вправду дело рук бога дракона. Я пришел сюда, чтобы открыть новый вид энергии. Да, то же самое. Ну и поиграем в карты. Вызываешь меня на игру. Сразу. Мысли есть, какие у него в карте? Друзья. Значит, возьмем новый метеор. Ну, ходи. Ну, почему я? Ну, давай я. Так. Скверно. Это было чуть-чуть рискованно. Это было чуть-чуть рискованно. Негодяй. Близко балансировали. Так. Так. Сражаемся. Сражаемся. Рост идет. Желчил растет. Темная материя тоже вроде бы как апнулась. Ай-яй-яй. Ай, нехорошо. Пока хватит. Боже. Каких книг здесь только нету. Эхо колокола. За пределами мглы. Двигатели, работающие на мгле. Эйдалон и я. Гая. Книга заклинаний. Так. Можем вернуться. Не могу найти книгу Эйдалон и я. Я уже везде смотрел. Я видел эту книжку вон там. О, правда. Спасибо тебе. Мне нравится жить здесь в окружении этих книг. Но иногда, чтобы найти нужную, проходит целая вечность. Хорошо. Давай сыграем в карты. Да, давай сыграем. А потом уже Эйдалон и... Ай, промахнулся. Вверх не прожалась кнопка. Сейчас будет поражение из-за этого. Повезло. Заставляю нервничать. Тонториан. С красивой комбинацией. Захватим так, чтобы не смогли его уже перехватить. Никогда в этой игре. Кто-то в комментариях матом ругался, что я надоел с картами. Кто-то в комментариях матом ругался, что я надоел с картами. А кто-то писал множество эпитетов, как он обожает карты. Да. Есть действительно те, кто не очень любит этот Final Fantasy. А я отношусь к тем, кому нравится. Но даже если бы не нравилось, я все равно бы, друзья, их всех выкачивал. Ведь это нужно для 100% нашему повеси. Нет, все, теперь иди к своей книге. А мы получаем доступ в эту область. И вот здесь эта лестница кажется немного влажной. Спуститься и ничего не делать. Можно спуститься. Вот куда мы выходим. По этой лестнице. Это все-таки мы были на третьем этаже. А это второй. Я очень люблю книги, особенно старые. Я знаю про них все. Авторов, издателей, читателей. Я тоже люблю книги, правда. Жаль, что у меня много было. Я покупал всяких разных книг. Их пришлось навсегда оставить. В Донецке все они уже канули в лету. У меня шкаф был, я собирал. И по игровой тематике у меня были про Warcraft, несколько книг про Warhammer. Ой, ладно, все это одна большая беда. Так, ладно. Теперь. Как вы играете... Вот так вы играете в карты? Я во все играю, что играется. Поехали. Так. А еще, если говорить о книгах, еще одна книга была. Мне ее один из подписчиков подарил на Комиконе. Но если ты смотришь это видео, то можешь написать в комментариях. И она, к сожалению, тоже так и осталась в Киеве. Ну, ладно. Что там подписал, мне приятно было. Я просто никнейм не помню точно. Я помню как имя и фамилию, но я не хочу озвучивать человека. Мало ли, может, он не хочет. А какой ник? Хотя сейчас могу даже посмотреть. Это стоит сказать. Так. Доктор МЗ. Вот. Точно. Спасибо тебе за это еще раз. В общем, чудесный подарок был. Все, возвращаемся. Возвращаемся. Вы можете, кстати, в комментариях, раз уж мы в таком месте, книжном написать три свои любимые книги. Ну и раз я это прошу, то озвучу тогда три свои. Первая, это, наверное, будет Джек Лондон, Мартин Иден. Вторая, Орвелл, 1984. Хотя, конечно, и Скотный двор, и другие у него произведения классные. Но на втором месте 1984. И на третьем это Отверженный Гюго. Не буду ждать ваши списки. Может быть, кто-то заинтересуется рекомендациями других и почитает произведения интересные и пишет. Вот у него есть Зарев. Вообще, у них стоит, да, подоставать всякие там у нее, точнее, разные карты, но этим я займусь уже в несчастье. Так, идем дальше. Ты кто? Парень, занимающийся исследованиями. Я занимаюсь исследованием одного легендарного человека. У него были силы перезапустить жизнь людей. Парень, занимающийся исследованиями... Эй! Это же карта Нейминг Вэй! Парень, занимающийся исследованиями... Пожалуйста, дай посмотреть, я не заберу ее, обещаю. Нет. Ох, да ладно! Ну, в общем, да, можно ему дать ее посмотреть. О, да! Мое воображение разыгрывается! Я вдохновлен творить. Теперь я владел техникой нарекания. Позвольте дать новое имя одному из вас. И здесь теперь, благодаря наличию у нас карты Нейминг Вэй, мы можем переименовать любого из персонажей. Делать я это не буду, но это можно делать, по крайней мере, я не помню на PlayStation, забиралась ли карта при переименовании. Вот у меня почему-то в голове, что она забиралась. Если мы кого-то переименуем, он карту забирал. Но здесь в HD-версии я проверил, можно переименовывать сколько хочешь, карта остается. Кто помнит про PlayStation, уточните, друзья, в комментариях. Будет полезно для всех. Никого не переименовывать. А что, если, например, мы переименуем, он что-то скажет? Вот, допустим, Зидан. Хорошо. Нет, ничего не говорит. Окей. На всякий показываю, что карта на месте. Вот она. Ну и, конечно же, это пасхалка к Неймингвейу в Final Fantasy 4. Был такой герой, который был и мопингвей, и видингвей, и так далее. Здесь первый эликсир, который мы можем найти из предметов Дагуэра. И теперь пройдем в правое крыло второго этажа. Вот сюда. Книжный червь. Боже, там много книг. Какую бы прочесть первую? Кстати, он же не может, да, с нами в карты играть? Да, не может. А ты можешь. Хочешь поиграть в карты? Давай. Давай. Карта ветерана. Лягушка у него есть, такие довольно разные карты. Винегретные. О! Забрал материю, будем отыгрывать. Поэтому берем сильнейших. Will. Забрал материю. Забрал материю. Лс-теживую. О! Кстати, что меня удивило, я не так давно начал проходить Triangle Strategy от Square и рекомендовал её там несколько частей назад, но совсем небольшой процент зрителей в финалке заинтересовался, это просто меня удивило, я никак не говорю, что это плохо, но вот, да, такой факт, я думал, больше из вас, друзья, присутствуются тоже такими пошаговыми стратегиями, пошаговыми RPG. Так, идём дальше. Второй эликсир здесь. Да, сколько всего эликсиров с теми, что я понаворовал у баранов? 61 уже. Ну, может, когда-нибудь я пойду из 99 наворую, но, опять же, смысла нет. Лучше их использовать, когда есть потребность. сейчас у нас их уже в доступе. Так, теперь можем подняться снова на второй этаж, хотя он, по факту, получается третий. Ну, может, это как в Германии, в Германии же первый этаж называется Эртгершосс, а потом первый этаж у них второй. Тут, наверное, на немецкий манер. вот, так что всё нормально. Так. 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 Я мимо просто. Ну, ладно. Под глоток ананасового сока. Отдохнули. Теперь сюда. Как жаль, что большинство ученых и инженеров состредотачиваются на конструировании воздушных кораблей и морских исследованиях, когда теория подземного мира так популярна. Ну, каждому ученому свое. Теория существования второго мира подземного существовала с давних времен, однако наука рассматривает ее не более чем фольклор. Многие люди верят, что лунный свет – это отражение солнца, но некоторые астрономы опровергают эту теорию фактом того, что лунный свет видно даже во время двойного солнечного затмения. Ну, это вот уже прям особенности астрономические мира Final Fantasy 9. Дай тоже почитать, интересно. Классно, вожди версии прям так видно в книге, но больше там похоже на какие-то ноты, но все же. Это очень-очень классно. Вы желаете поиграть в карты? Да, у нас неспешное исследование. Дагуэро почему бы и нет? Дагуэро или Дагуэро. Оно в принципе и так и так можно прочитать, но более привычная форма, которую я встречаю все же Дагуэро. Хотя… Поехали. Поехали. Дагуэро. Этик. 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 Важная форма. Важная форма. Те-ть. Этик. Да, долго надо с вами играть, чтобы что-то подоставать, поэтому еще одну и хватит пока. Тем не менее, какие-то карты немного прокачали. Подходим к магазину Синтеза. Это Дагу, Дагуэрео. Место, где вода и знания объединились вместе, что вам угодно. Еще третью форму увидел просто название. Новое оружие для Зидана. Саргатанас. Меч, сделанный из куска эпитафии. Негативный эффект окаменения. Он такой, прям как из древности. Из окаменелости. 12 тысяч. 20 штук могу сделать. Неплохо, но пока что 5. Вот так. Хлопковая мантия есть. Есть, это есть. Мантия обжоры. Хлопковый надо будет наделать. В принципе, у нас 7 хлопковых. Давайте сделаем пока что 2. Теперь сделаем 2 и 2. Таким образом, у нас и хлопковых 5, и обжоры 5. Белая мантия из одеяния Гаи и нефритового браслета. Чёрная из одеяния Гаи и браслета НК. И одеяния Гаи нынче очень нужны для крафта. Также 4. Заколка. Да, я прочитал про мета, и больше же у нас нового ничего не было. Тогда всё окей, не пропустил. Так. Кольцо отражения. Можно сделать 5? Можно. Ладно, сделаю, убедили. Кольцо обещания. Кольцо повышающее силу. Рубин. Пока не будем. У нас 1 всего. Боевые сапоги. Сапоги с пером и остриё крыла надо. Так, а сапоги? С пером ты не делаешь, да? Нет, делаешь. С башмаков волшебника. А башмаки волшебника ты тоже делаешь. Сапогов роста. Вот эта вот цепочка с сапогами, она, конечно, как чётко с утюгами. Я не думаю, что нужно их сейчас 5 делать. Сапогов с пером у нас 7, поэтому я сделаю 2 пока вот так. И будет у нас их 3, и этого достаточно. Так, здесь также алмаз. Довольно ценная штука, пока не делаю. Ангельские серьги одни есть. Сказочные делаются из расширителя. Одни пока сделаю. Вот так. Здесь можно делать гранат. У нас их есть 17, и аметисты есть, и перидоты. Перчатки вора. 50 тысяч одни стоят. Делаются из аргатанаса. Они нужны только Зидану, в принципе. Но ещё можно надеть их амаранту. Поэтому пока что сделаю ещё одни. Позже добавим. Или сразу замочить. Давайте на 150к. Вау! Всё, теперь их тоже 5. Дорогая штука, потому что нужная. Я бы с удовольствием поиграл. Начнём. Позже. С тобой поиграю. Здесь есть мугл Ноджи. Достаточно японский. Он давно не получал писем в последнее время куку. Но он будет участвовать в важном квесте с письмами. Поэтому ещё принесём письмо. И смотрите, где мы отдыхаем. Если начнёт лифт спускаться, главное, чтобы никто не выкатился туда. За ним. Хе-хе-хе. Вниз. Хорошо. Снарядим Зидану новое оружие. Оно получше будет. Ну, вообще, можно тогда всех ещё поодевать. Посмотреть. Корона. Нет. Это мы же... Мы же, да. Мы же много чего купили ещё в оружейном магазине. Поэтому надо посмотреть. Ну, уже да, на все способности выучены. Так что... Пусть будут золотые заколки, перчатки, одежды. И здесь тоже всё окей. Так, Рагнарёк оставляем. Шлем алмазный. Как там? Шлем алмазный. Так, себе по сравнению со шлемом Гензи. И поскольку новой способности нет, не экипируем. Вот здесь красивая броня. Алмазная. Её оденем. Так, тут... Чекап. Всё хорошо. Давай ты. Смотрите, маг-защита почти что на 20 возрастает. Конечно, используем. Окей, всё. Так. Семь вилок. Гастровилку больше нигде не возьмёшь. Одна она такая. Про неё Квина и поёт, что... Ни одна ты такая, я тебя знаю. Ну, уже с другой вилки. Худит. Так. Ничего нового. Никому. Кроме оружия для Зидана. Способностей от него тоже сейчас новых нет. Спускаемся на лифте. И кого же мы здесь встретим? Четырёхрухи. Помните? Вот здесь, друзья, некое кощунство происходит. Здесь книги просто лежат в воде. Как и кто? Если здесь... Все такие ребята интеллектуальные. Как они могли побросать книги в воду? Может быть, просто произошёл какой-то толчок подземный, и книги с полок попадали в воду. Но это ужасно. С книгой нужно же очень бережно обращаться. Я любил беречь. Я даже когда покупал новые, я вот так вот... Вот так вот до конца их не разворачивал. Считал как бы немножко не до конца, чтобы переплёт получше сохранялся, не расхлябывался. И знаете, передняя часть вот так она не выступала над задней. То есть не съезжала. Если вы понимаете о чём я, то... Человек, который бережёт книгу после прочтения, оставляет её такой, как она была после покупки. Так. Хотя бумажные книги, конечно, уже в нынешнем веке совсем отходят. Ты пришёл сюда в надежде найти сокровище, да? Это только у кого есть фетиш на это будет. Собирать их. И смотрите, тут сейчас важно. Я вижу это по твоим глазам. Я и сам охотник за сокровищами, при том знаменитый. Да, тырил постоянно везде. Просто потому что я знаменит, это не значит, что я собираюсь сказать тебе своё имя. Почти у всех охотников за сокровищами есть ранги. У меня, конечно же, высший. Давай посмотрим твой ранг охотника за сокровищами. Мы ещё не взяли все сокровища в игре, но уже сейчас... Не может быть! У тебя S-ранг? Прости меня за грубость! Что не так с этим парнем? Он просто офигел, увидев наш ранг, который формируется из многих вещей. Из собранных предметов по ходу игры, из коллекционных предметов таких, как, например... Ну, я покажу даже вот тот корабль, который, например, нам доставили. Вот фигурка Королевы, фигурка Регента и прочих. И из сокровищ на карте мира, которые мы искали на Чокубу. В общем, такой собирательный показатель. И вот он снова, этот дядька здесь. Сейчас подойдём к нему. И он говорит, прости за то, что до этого наговорил тебе всякого. Говоря на чистоту, я никакая не знаменитость. Я всего лишь жалкий искатель сокровищ D-ранга. Когда-нибудь я стану охотником за сокровищами S-ранга, как ты. Я просто хочу стать сильнее. Ну, ты понимаешь, чтобы больше никто не доставал меня и не называл четырёхруким. Он даёт нам ключевой предмет, медаль высшего ранга, за наш S-ранг. Береги себя. Ах, да. Я же не сказал тебе, как меня зовут. Моё имя Гильгамеш. Однажды я стану знаменитым, так что не забудь его. Береги себя. И это, конечно же, тоже пасхалка. Нельзя не вспомнить Гильгамеша из Final Fantasy 5, 6. Не успехнуться, вспоминая всё то, что там с ним связано. Ну, а кто не знает, смотрите, друзья, эти счастья на канале. Смотрим, что за предмет мы получили. Медаль высшего ранга. Медаль, полученная в Дагерро. А выдаётся лучшему на свете охотнику за сокровищами. Тут Дагерро, а тут... Тоже. Ну, я бы поправил вот тут-тут. Владелец этой медали признан самым лучшим охотником за сокровищами. Гильдия охотников за сокровищами. Гильдия охотников с сокровищ. Где он её взял тогда? Украл из гильдии и за это получил гаранг? Видимо, так. Так, что дальше? Дальше нужно опустить нам всё-таки эту штуковину. Пойдём, сделаем это. Так, ты ничего нового не скажешь? О, понимаю. Это должно увеличить давление воды, чтобы поднять оставшиеся лифты. Что думаешь об этом месте? Ты не находишь странным, что они хранят все эти книги в таком влажном месте? Совсем. Я только что об этом говорил. Ты уверен, что хочешь поиграть со мной? Пока нет. Да, это очень странно. Ну, поскольку, вот, да. Ох, воды, дракона то, драконе то. В общем, интересно. Я больше не могу полагаться на одни лишь названия, понимаешь? Мне надо больше думать своей головой. Своей головой думать нужно всегда. И много это так. Так, это мы пополняем. Оно у нас на синт ушло. Что можем пополнить, пополним здесь. Вот одеяние Гаи особенно. Вот потратили половину от имеющихся у нас денег. Остается полтора миллиона. А дальше цены будут еще выше. Мне нужно фармить. Так, что ты, почитал книжечку? Окей. И так, нажимаем на кнопку. Вроде как внизу что-то произошло. Говорит Зидан. Ребят, вы как? Ничего? Вам нормально, что внизу что-то произошло? В общем, внизу образовался преобразователь. Преобразователь нашей руды. Я вот как раз недавно накануне говорил, что руда потребуется в другие камни. И я сейчас ее всю преобразую. Многие люди пришли и поселились здесь из-за воды. Я прибыл сюда, поскольку думаю, что здесь есть сокровища. Ну, легенды, сам понимаешь. Значит, что значит поселились? Здесь же не место жительства. Где они поселились? Или там еще есть этаж с апартаментами. И здесь все-таки можно купить себе жилье. Так, что у нас тут? Бог-дракон благословляет камень. Значит, я должен положить сюда камень. Камень, может, руда подойдет? Допустим, положим одну руду. 77 красивое число. Спид 2. Ничего не произошло. Возьму-ка я это все обратно. Спид 2 тут... Пожалуйста, Артур, поправь. И что я хотел тебя еще попросить? Если есть возможность, мы вот подошли к Гильгамешу сразу с ранга. С, увидели его реплики. Хочется, конечно, сможешь достать из файлов, увидеть, что он говорит, если мы приходим к нему с рангом Д, С, Б, А. В общем, со всеми рангами. И как он реагирует. Это же касается и девушки, которая в трене стоит. Я, походу, игры к ней подходил. Но, по-моему, со всеми рангами я тоже к ней не подходил. Так что, отдельным комментарием, если сможешь, оставь, будет здорово. Значит, я должен положить сюда камень, рудану. Давайте положим теперь 77. Одну оставлю 76. Происходит что-то похожее на магию, и они трансформировались. Получаем 19 аквамаринов. Здесь, таким образом, можно трансформировать руду в аквамарин. Так, ну, я думаю, все, друзья. Карты в подшивке также разговоры покажу. Карты будут мной тут отыграны после выпуска. И покажу в подшивке, что говорят, когда карт нет. Да и в раю Чокобу тоже надо, собственно, показать, что там говорят, если карт нет. Это сделаем. А теперь давайте сходим, отдадим найденную нами следующую монету-стилацию, козерог, в трену. Так, что там по ананасам, Чарли? Банани в Немае. А вот, ананас еще и ем. Мы получили вот эту медаль, поэтому я пойду. Пройду через даму. И... Может, что-то новое скажешь? Так, давай посмотрим, какой у тебя ранг охотника за сокровищами. Бог мой, у тебя ранг С, это потрясающе. Я никогда не встречал охотника за сокровищами С-ранга. Нет. За медаль ничего не говорит. Да, кстати, еще важно. Нужно... Там... Поговорить будет с... Одним стариком в Дагуэру. Он скажет нам про... Интересный артефакт, который появится потом вот здесь на аукционе. И ему нужно будет его принести и получить от него тоже хороший предмет. Так, вот, я так понял, все без изменений пока. Так, а давай-ка я серьги куплю, а то я там могу из них еще потом ангельские делать. Давай-давай, мантию тоже быстренько заберу. Все. 12700, так, столько за мантию еще не платили. 12600. Монстра мы сделали. Сейчас загвокает радостно. Думает, как хорошо, что у меня появился такой парень. Таскает мне монеты. О, у тебя есть козерог. Дай мне ее, я вознагражу тебя. Нет. Отдаем. Куда же она будет помещена? Вот так. Козерог достаточно быстро вращается. Кря-кря-кря, можете забрать. Награду у моего слуги. Кольцо розетты, еще одно. Куда мне столько? Уже 10 стилацию они получили. Остается совсем немного. Ну и, собственно, этой части остается также, друзья, совсем немного. Потому что сейчас вы увидите несколько подшивок, А сегодня, на сегодня, по прохождению, все. Давайте, не прощаюсь, еще подшивки посмотрим. Смотрим, что будет, если мы будем во всем соглашаться с парнем. Важности нации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не то. Еще раз. Тут можно допустить промах. Любила обоих. Хе-хе, я же тебе говорил. Так, аргумент ерунда. И... Третий также. Берем за него. Мы, кажется, во многом соглашаемся. Вот, держи в знак нашей солидарности. Дает нам карту вспышка. Но она у нас уже была. Никогда не соглашаемся друг с другом. Интересно, почему? Так, хорошо. И, друзья, показываю вам... Что говорит торговец, когда лифт не работает. Раньше я перемещал оружие и материалы вверх-вниз с помощью этого лифта, но он сломался. Теперь я терплю убытки из-за этого старого чудака из магазина Синтеза. То есть даже уже тут у ребят конкуренция. Да. После этого мы чиним лифт и уже видели, что он говорит. Снова идем, заходим в Дагурео и будем... Смотреть, что нам говорят, когда у нас нет карт. У тебя не хватает карт. Так. Ты чего? Ты же знаешь правила? Нужно как минимум пять карт. Серьезно, я забыл. Спасибо, что напомнил. Так, ты не играешь. И ты не играешь, по-моему. Да? Проверим. Ну да. Точно. У тебя недостаточно карт, чтобы начать игру. Надо думать головой. Для карточной игры требуется не менее пяти карт. Вот незадача. У вас не хватает карт для игры. Вам нужно больше карт для игры. Тебе нужно больше карт для игры. Спустимся сюда. Отсюда вот, кстати, дракон иначе выглядит. Чем отсюда. У вас не хватает карт для игры. Сотня людей. Если бы я смог дать новое имя ста людям, я бы стал таким же легендарным, как он. О, вот. Тоже интересно. Что он говорит. Но в карты он не играет. Прежде чем играть, убедитесь, что у вас достаточно карт. Современные теории утверждают, что для игры необходимо пять карт. Я думаю, что теории прошлого тоже. Или правила тетра мастера менялись с тех времен. Тебе не хватает карт для игры. Гильгамеш уже убежал. Так что здесь, собственно, все. С тобой мы говорили. Идем тогда еще посмотрим, что в раю говорят. Да, кстати. Гильгамеш убежал, а ведь с ним тоже можно поиграть в карты. Давайте сыграем. Так, ну тут я ничего не прокачиваю, поэтому беру просто мощную колоду и идем. У него карты кораблей. И как-то я упустил это. Мне нужно... Хильдагарды 3. А я его отпустил, собственно. Вот она, та самая Хильдагарды. Ну, ладно. Должен был это показать. Вот. Теперь... Теперь знаете. А когда у нас нет карт, он говорит... Для игры тебе нужно 5 карт. Не говори, что ты этого не знал. Так, здесь уже смотрим. Воспользуйся драконьим перцем. Так, это все хорошо. Не хватает карт. Так, ребята. Не хватает карт. Наверное, о Чокобо все будут это говорить. Вот. Не знаю насчет толчокого. У тебя нет 5 карт. Да, такой я не 5 кантроп. Не хватает карт. Нет. Разная. Все же разная. Парень так на... Себе душевненько купается. Надо сейчас его вышвырнуть. Аж неудобно становится после такого отношения. Нет, ты не вылетел, когда я туда упал. Да как? Ты должен... А, надо с другого места. Вот, отсюда. Плюхнуть так, чтобы... Бомбочкой. Во! Не хватает карт. И ты. Карт у тебя не хватает. Собо хватает мозгов проверить эти все диалоги. Так, хорошо. Хорошо, друзья. На этом сегодняшняя часть завершена. Вот, теперь прощаюсь с вами до следующей. До следующей.